Ребят, увидел тут на медне автомобиль Lada Vesta на улице, слушайте, я даже не сразу поверил, что это Жига, если бы не логотип. Симпатичная такая машинка, вполне себе приличный современный дизайн. Пришел домой, почитал в интернете отзывы, в основном, не поверите, хвалят машину-то. А потом посмотрел на цену. Евпатий Калаврат в более-менее приличной комплектации под 600 тыр. И подумалось, вот блин, для кого это делают? Те, у кого есть 600 тысяч, не станут покупать Жигули, потому что за эти деньги можно приобрести неплохую иномарку, а те, у кого их нет, пешком ходят. Ну почему у нас какое-нибудь, не слава богу, да обнаружится в самый неподходящий момент? И вы еще спрашиваете, чего ж ты о хорошем-то не рассказываешь? Хотел. Ладно, начинаем. А вот сейчас хочу поделиться радостью, потому что я тоже, хоть и опосредованно, но имею к этому отношение. Итак, ни для кого не секрет, что наша редакция плотно сотрудничает с российским информационным телеканалом Крик ТВ, который в последнее время занял очень жесткую позицию в отношении коррупционеров. Бомбят чиновников по полной гайке, причем не стесняясь. Называют имена, фамилии, партийную принадлежность жуликов, прямо обзывают жуликами. Воров не стесняясь, ворами. И вот на днях к центральному офису Криков в Екатеринбурге неизвестные притораканили и оставили под дверью специфический подарок. Внимание на экран, господа. Вот, из-за наших репортажей к нам привезли гроб прямо под офис. Охереть, Ксюха, а ну-ка открывай. Что там в гробу? Что подкинули? А, Тунгусова там не хватает. Видно, от Тунгусова нам этот вопрос. Давай, Вова, снимай. Верной дорогой идете, товарищи. Хочется сказать журналистам Крика в данном случае, значит все правильно делают. В данный момент, кстати, ребята активно долбают руководителя администрации губернатора Свердловской области. Фамилию Тунгусов только что слышали, вот это он и есть. В свое время имя данного персонажа всплывало, когда мои екатеринбургские коллеги рассказывали о теневом хозяине уральской столицы. Теперь, видимо, мужчина собрался расширить горизонты влияния. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. А тут журналисты какие-то со своими расследованиями, разоблачениями. Чинуши-то отвыкли от того, что в эфире могут вещать не только карманные шавки. Вот табло, блин. Прости, дядя Вова, Тунгусова тоже дядей Вовой зовут. Это наш город и наша страна. И не только Киселевы остались в профессии, а это реальная журналистика. Сегодня снова о прекрасном. Поехали. Немножечко еще в Екатеринбурге задержимся. Еще одна хорошая новость оттуда прилетела, потому что на праймере с Единой России разразился настоящий скандал. Там сейчас все партии формируют избирательные списки. В сентябре выборы в городскую думу. И вот все. Тот же месье Тунгусов решил кинуть теперь своих однопартийцев. Создал собственный список потенциальных кандидатов, согласно которому победители уже определены. Но в ЕР ведь не лохи тусуются. Там каждый суслик-агрономом себя считает. В том плане, что многие члены партии, в общем, серьезные ребята, как правило, бизнесмены, уважаемые политики, не из числа последних, просто влиятельные господа. А тут какой-то Тунгуса взял да и принял решение за всю гор-элиту. И, естественно, понравилось это дело не всем. Но шестерки дяди Вовы, разумеется, счастливы. А вот некоторым господам, привыкшим себя считать реальными господами, такая постановка вопроса оказалась не по душе и начался. Простите за это слово кипиш. Да что я рассказываю, сами все смотрите. Мы видим, что чиновники хотят с помощью Праймерис протащить своих людей. Самым вопиющим фактом, о котором уже знают все журналисты, стал список Тунгусова. В отсутствии губернатора, когда он был в зарубежной поездке по вопросам организации Экспо-2025, 26 апреля, в резиденции губернатора, первым заместителем Владимиром Григорьевичем Тунгусовым, было проведено совещание. А с другой стороны, ребят, это же хорошо, и пускай они там внутренними разборками занимаются, глотки друг другу грызут. Глядишь под шумок, может и удастся нормальным людям в Думу ту пролезть, когда еще такой подарок от Чинуш случится. Я, кстати, своим знакомым журналистам из ЕКБ уже предложил сколотить по-быстрому какую-нибудь партию а-ля журналисты против *** и оседлать волну. Ну а что, эфир у нас есть, узнаваемость тоже. Мудрить предвыборной программой? А зачем с ней мудреть? Зайдите ко мне, например, на страницу в Ютьюбе или да куда угодно, в соцсети, и вы увидите, за что я ратую. Ребята из числа уважаемых мною екатеринбургских коллег примерно тех же взглядах придерживаются. И пусть будет маленькая, но победа в одном отдельно взятом российском городе, зато наша надоела. Просто, что служить народу всегда пытаются какие-то люди, для которых слово народ это просто слово. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Дальше. Ну, помечтали и хватит. Приглашаю вас в реальность, точнее в Алтайский край, где все по-прежнему. Страна, как и раньше, разворовывается, но обо всем по порядку. Реальная журналистика неустанно рассказывает вам о том, как на Востоке великая и могучая, с легкой руки местных воров-чиновников уже давным-давно хозяйничают китайцы, которым наша страна нужна только для одной цели – обогащения. Очередной зритель в очередной раз прислал видео о варварской вырубке забайкальского леса. На этот раз все намного жестче. Вырубаются уже не березки и сосны. Кедр под топор пускают, а он на минуточку в красную книгу занесен. Его нельзя вырубать. За такими вещами, по идее, ФСБ должно следить. Но кому до этого есть дело после нас? Хоть потоп именно так мыслит подавляющее большинство слуг народа, потому что… Это вот проехали примерно 55 километров после Акача по дороге на Айвэй за реку Пужа через перевалы. Вот такие залежи кедрача. Причем видно, что кедрач неперестроенный, неперестойный. Кедрач хороший, товарный. Вот на ВИКе нарезан по 3 метра. Это делается специально для того, чтобы экспортировать в Китай. Это специально их требование для Китая. Уже так режут специально. И чего удивляться? Почти все чинуши хранят свои бабки отнюдь не в сберегательном банке. Почти у каждого недвижимость за рубежом бизнес. Там же детишки живут, учатся в Лондонах каких-нибудь. С измольства привыкая к мерзопакостной западной культуре и роскоши. Чихать эти люди хотели на нашу страну. Это ведь я думаю, что достанется моим детям. А эти даже точные цифры на счетах уже сейчас назвать могут. И поверьте, считайте очень и очень далеко отсюда. Навальный постоянно вам лепит горбатого. Да мы всех воров к ногтю прижмем. Все награбленное отнимем. Ага, сходите, например, в Бэнк оф Нью-Йорк. Расскажите об этом и попробуйте забрать деньги со счета какого-нибудь папика, которого вы считаете жуликом. Над вами там в лучшем случае посмеются, а еще объяснят, в каком направлении проследовать. На Хейли уже. На днях мы с группой жителей Дмитровского района отправились лично проверить информацию о массовой вырубке леса в долине реки Яхрома возле деревни Ульянки. Еще не ступив на территорию промышленного освоения природы, мы убедились, что действительно была проведена масштабная вырубка. С ними пришли в прошлый раз на майские праздники. Увидели такую картину, что с нами никто не стал разговаривать, документы нам не показали. Прораб оказался какой-то, прикинулся спящим или пьяным. А это уже Подмосковье, господа, Яхрома, Дмитровский район. Там и так леса-то почти не осталось, но ворюги пытаются выкружить хоть что-то. Примечательно, что никаких лесников, общественников или, не дай бог, политиков с полиционерами данная история не заинтересовала. Только местные с жуликами бьются, но им все по закону. Вы напишите жалобу, в 10-дневный срок вашу жалобу рассмотрят, потом еще дней 10 будут проверять, затем, если сигнал подтвердится, возбудят дело, снова дней 10, а то и месяц будут что-то там расследовать. После представления в суд еще пара недель. Плюс сами судебные слушники. Короче, пока закон туда прирулит, от того леса рожки до ножки останутся. Ну и могу поспорить, крайними окажется какой-нибудь алкаш, дед Мазай. Я обожаю нашу страну, особенно ее законодательство. Ребят, мне омерзительно все это дело комментировать, мою родину разворовывают какие-то упыри, а другие упыри, которые сегодня называют себя чиновниками, этому способствуют. Есть такой фильм «Блэйд» про вампиров, и там в одной из серий показывают главному герою тело, которое пребывает в состоянии сна, при этом вырабатывает для кровососов кровь, пищу. Затем герои задают вопрос, ты такого будущего хочешь? Так вот, я такого будущего не хочу, именно поэтому я стараюсь вас растормошить. Все, это была реальная журналистика сегодня. Вот так, ищите нас в Ютьюбе, ссылка сверху, там больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь, подписку оформить не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем и обсудим. Все, за сим спешу откланяться. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok